Реклама 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 Продолжение следует... Так, ну что же, у нас просто лучшая реклама получилась, потому что мы четко попали на начало нашего матча. Так. Что-то у меня КС прыгнул куда-то не туда, но вот сейчас все это пофикшу и все будет супер. Так. Так, провтыкал я, кто выиграл ножи. Походу, ножи выиграла команда Cyber. Ну и теперь матч начался. Так, вот, кстати, состав селекта очень, кстати, интересен. Вот, я, если не ошибаюсь, Adren это точно тот Adren, которого мы все знаем из команды K23. Ну, по идее, бис такой же, настоящий, как и Adren. Ну, а также за них играют Слон, Мобобот и Ангел, он же Карасик. Ну, команду VLD, точнее Cyber, думаю, нет смысла представлять. Что все равно, вряд ли вы знаете этих ребят, но на всякий случай сделаю это. Это Влад, Кведа, Смог, Хаос и Портал, будем его называть именно так. Так, пошел выход у селекты на плент А, но это развод. Видимо, играют они, кстати, вот, знакомый мне раунд. Ой, там Слон будет такой устраивать в Больших Песках, но, правда, Портал его законтролил. Ну, а сейчас пошел заход на Б. Ну, и давайте посмотрим, как Влад будет принимать аркаду. Ну, отлично, Влад справляется с аркадой на Б. Вот это да! Влад дает два отличных хедшота, после чего режет беста. Ну, вот такого начала, наверное, не ждал никто. Ой, у меня истерический смех. Ну, да, жара, короче. Ну, я думаю, это начало. И селект это только обозлит, и парни соберутся, ну, и покажут, вот, что делать так не стоит. И, я думаю, у нас будет жесткая поножовщина. Феда убивает одного, после чего его застреливают просто с гулака. Адрен поднимает эту пушку. Ну, и посмотрим, что же будет делать Адрен. Есть еще два минуса от команды Сайбер. Вот карасик берстом забивает плент и сносит там еще Влада. Ну, неплохо. На глоковом сливе, то есть, фулл бай, точнее, фулл эко, они забирают двоих. А это, кстати, неплохой показатель. Вот, смотрите, сейчас закупаются. Хоть и бомба не была поставлена, но команда Сайбер покупала, ну, такие, скажем, паршивенькие девайсы. То есть, были у них и Голивы, точнее, Фамасы, и 3.1 была, она же MP5 Мэви. Ну, и теперь с деньгами у них небольшие, но напряги есть. То есть, не у всех оптимальные девайсы, но селекта закупается. Так, и посмотрим. Занимают они банан. Портал почему-то стоит на РСП, но он, походу, играет Хелпайщего. Ну, и там же задержался КВИДА. Ну, и давайте посмотрим. Будет заход у нас на Б. Вот, моя командочка славится заходами на Б. Это МТВ, хотя нет, вот. Вот, Серега сейчас будет грамотно все чекать. Ну, и сейчас должна влетать моменталка. Так, есть первый минус. Смог убивает Адрейна. Бист моментально меняет его, но никто еще по-прежнему не зашел. Правда, у портала есть всего лишь флешка и USP. Больше у него нет никакого девайса, из которого он будет убивать. Так, ну и теперь посмотрим, как же теперь будет выбивать у нас команда Сайбер. Я думаю, им это вряд ли удастся сделать. Ангел делает минус порталу, у которого был USP. Забирает еще и КВИДУ, но КВИДА вообще не ждал этого. Хаос забирает слона с АВП. Харайз делает третий минус, выходя со змеи. Ну и вот, наконец-то Хаос законтроливал его. Посмотрите, что творит Хаос. Он убивает уже двоих игроков команды. Ну вот, Сережа Вамамбот просто на опыте переиграл Хаоса. И все-таки Селекта берет первый раунд за атаку. Тай, вот для тех, кто только к нам присоединился. Бист и Адрен это казахские парни. Так, глянем на мини-карту, что происходит. Ну, у команды Сайбер понятно, что сейчас будет экономический раунд. Будут они сливать. Ну, а Селекта растянулась по карте 2-2-1. Вадик, он же слон, контролит поджим с ковров. Карася подсадили в гудочку. Делает он там первый минус. Ну, а тут был выпад под флешечку на главку. Ну и карась сейчас должен выходить. Карась сейчас, в принципе, играет постоянно. Поэтому находится в достаточно-таки неплохой форме. Ну, замечательно, двоих игроков на пяти. Моментально с ними разбираются казахские парни. Ну и добивают там же третьего. 2-2. Счет равный. Так, ну и еще один эко-раунд решает сделать команда Сайбер. На этот раз они с дигвами. Есть у них дефузы. То есть пытаются они взять эко. Так, тут опять караська подсаживает в дом. Кирилл все аккуратно чекает. Ну и вот сейчас должен нарваться на 2D. Ну вот такого он точно не ожидал. Портал сидел у своего тиммейта на голове. Поднимает АКМ. Ну и попытается сейчас что-то разрулить. Ну вот там очень жестко посадило на гранаты всю команду Сайбер. Команда Селекта. Вот видим у КВД 90 хп. АКМ, который подобрал портал, у него всего лишь 5 хп осталось. Ну а Селекта тем временем заходит на Б-Плант. Вот казахские парни захватили Б-Базу. Сейчас будут устанавливать бомбы. Но АЛМАБОТ со СЛОНом будут ждать поджим со всевозможных точек. Ну вот. В АДОСа есть чуйка. Вот на таких вот пацанов, как портал. Находит он их вообще без проблем. Подбирает сейчас. Должен подобрать АКМ. Да, вот забирает АКМ. Ну и последнего забирает Стережа АЛМАБОТ. Так, ну вот наконец-то полный байт будет у команд. Интересно, что Стережа АЛМАБОТ играет с ВП сейчас. И вот, наверное, от него нам стоит ждать какого-то экшена. Вот у Ангела есть первый респаун. С этим респауном очень выгодно занимать банан. Ну и посмотрим, как им воспользуется украинский парниша. Ну вот, есть такой раунд в персонале у Селекта. Называется он Нежданчик. Но вот что-то пошло явно не так. Квида убивает Андрея, на портал забирает Биста. И в итоге один Карась, который был первый, остается в живых. Но при этом имеет всего лишь 17 ХП. АЛМАБОТ убивает поджавшего Квиду. Убивает еще и портал с БВП. И теперь могут занимать банан. Так, ну вот, почему-то не спешат заходить на Б. Думали, что ХП там будет сразу. Но вот теперь смотрите. Задымили Б. Сайбер бегут выбивать. Но Селекта очень четенько перетягивается на АПВЕНТа. Вообще, развод полностью удался. Это вот, можно сказать, на опыте сыграли игроки команды Селекта. Ну и тут будем с вами наблюдать за слоном. Вот сейчас Вадик должен дать инфу, что вот игрок выходит из библиотеки. И он его вот так вот убивает. Ну вот все. Команда Сайбер наконец-то понимает, что АПВЕНТ уже полностью занят. И вот им остается, наверное, или пробовать выбивать, или засейвить свои девайсы. Ну вот, кстати, вот то, что посадили на нож Беста в пистолетке, я думаю, Селекта это запомнит. И еще даст пару вот таких вот минусов с ножа в ответ. Но давайте смотреть. Пока выбивание. Два в два остаются команды. Ангел убивает Влада на семи. Слон вылазит на Хаоса. Ну и теперь ничего не остается Хаосу, как убегать и сейвить свой девайс. Ну да. Ангел отсюда уже никуда не уходит. Счет становится 4-2. Ну и у Хаоса осталось АВП. Это, кстати, немаловажно. Так, ну что же, закупились, походу, игроки команды Сайбер. Вот минус АВП. Вот сразу упала засейвленная АВП. И вот фривольно себя начинают чувствовать игроки команды Селекта. И будут сейчас уже вот просто продавливать все точки по очереди. Квида убивает Беста в коврах. Вот тоже интересно. Размен пока один в один. Но еще и Карась где-то схватил хедшот. Ну и посмотрим, как же будет заходить на Б-базу. Как раз будет заходить на одного Смока. Вот портал только сейчас начинает перетягиваться. Смок делает уже минус 2 на банане. Падает бомба. Ну вот как-то вот неграмотно заходит Селекта. Вот все по одному. Ну вот бывает иногда такой у парней. Ну и Смок в итоге делает минус 4. Если бы Селекта просто зашла одновременно, так, чтобы вот с четвером подошли и зашли, то я думаю со Смоком бы разобрались без проблем. А так на него заходили по одному. Ну и вот это стоило до нового раунда. Так, что же теперь придумает Сережа Ломобот? Он является капитаном Селекты. Вот там уже у нас какая-то война на банане намечается. Карасик занимает банан, ну и теперь будет продавливать АВП. Да, есть минус от Карася. Его, кстати, прострелило АВП, но прострелило через текстуру, поэтому он успел все-таки и выжить, и еще и забрать своего оппонента. Так, ну видим мы вот Ангел зас... Адрен, точнее, это был... Блин, вот Ангел и Адрен очень такие вот... Чуть я перепутал. Это был все-таки Адрен. Но вот команда Селекта пытается сейчас зайти на А. Ломобот убивает порталу на 5. И начинается заход у нас на Плэнт А. Так, Вида убивает слона, Адрен моментально меняет его. В Плэнте, по идее, никого нет, да. Но вот тут опять перетяжка команды Сайпер прогадала. Ну и вынуждены ребята сейвить девайс. Так, ну будем наблюдать за АВП, потому что вот у него должно быть больше всего экшена. Вот Влад что-то... Ой-ой-ой, какая крена. Баскетбольная просто в исполнении Влада. Ну и вот такой вот чудо-эйм с АВП. Смог делает минус 1, убивает он Адрена, но Ангел моментально меняет его. 5-3 в пользу команды Селекта. Ну вот Селекта, кстати, вот этим раундом сбивает полностью экономику для команды Сайбер. У них сейчас такая, можно сказать, борода по деньгам, потому что взяли они раунд и сразу проиграли следующий. А это чревато последствиями, потому что за вот такую вот последовательность раундов дают всего лишь полторы тысячи долларов. Даже 1400, по-моему. Ну и вынуждены сливать с деглами. А тут намечается какая-то аркада на Б. Давайте смотреть опять за Смоком. Вот он у нас. Взрывают его Гренами, ну и будут заходить. Ну Смог, кстати, довольно-таки неплохо попадает. Вот первый раз он убил четверых на Банане, вот сейчас сделал еще минус 1. Ну, с дегла тоже неплохо. Так, тут серия разменов пропрыгивает ХЛТВ. 6-3 в пользу Селекта. Кстати, парни, я вам так скажу, вот вы сейчас в группе Киберавена обсуждаете, что это за матч. Это уже, кстати, групповая стадия, поэтому нет смысла смотреть дальше в сетку. Там уже ничего. Это вот те команды, на которые выходили команды, это все было до стадии групповых этапов. А вот уже есть, по ходу, минимальный JBIUS IDE, и мы с вами сейчас смотрим групповой этап ASUS Summer 2012. Так, там что-то забожил Бист, пока я вот это все рассказывал. Выпрыгнул он по ходу с ковров, ну и расписал всю команду Сайдер. Смог делает минус Лумабот. Ситуация 2 в 2. У портала АВП, ну и вот выйти ему оттуда будет очень тяжело. Да, слон отлично гранаты взрывает его в библиотеке. Остается один Смог, который попытается засейвить АВП своего тиммейта. Оно залетело на ящичке, если не видит. Да, вот что-то он... Вот оно лежит на книжной полочке. Соберись. Делает минус Лумабот, забирает АВП, ну и будет сейвить его. Так, ну... Да, тут без шансов он засейвит. Позиция была даже очень грамотная. Так, на что это похоже? Что опять какой-то волевой бай, есть диглы, есть гранаты, и будут играть с одним АВП. Игроки команды Сайбер, у кого же оно? Вот оно у Хаоса, ну и давайте за ним, наверное, посмотрим. Есть первый минус, Адрен убивает Ховеду на банане, Влад убивает слона на коврах, ну еще и был шанс убить кого-то в доме, но вот Адрен те времена не убивает смока на банане, а ангел забирает Влада. Ну и в итоге остается Хаос в портал, который... Ой-ой-ой, как уверенно попадает Хаос. Блин, я даже в какой-то момент подумал, что это Леша Хаос, потому что попадает он очень уверенно. Ну и в итоге смотрим. Ситуация 2 в 2, у Беста есть бомба, и он бежит на... Куда же он бежит? Вот мы сейчас с вами это увидим. Бест идет по коврам, но это очень долго будет путешествие у Беста. Если он будет идти шифтом, то это очень затянет. Так, смотрим на мини-карту. Ну портал должен был слышать, где находится Бест. Ну и вот Адрен убивает спину Хаоса. Так, ну вот портала в коврах будут точно не ожидать. И вот есть шанс у него взять раунд. Давайте за ним и посмотрим. Ну это неправильное решение. Надо было как можно побыстрее выходить. Все, все, это провал. Вот как только он вот так вот замешкался, вот у него было ровно 5 секунд до того, чтобы быстро выйти с ковров и убить сначала Элька в больших песках, потом ставящего плент. Но, к сожалению, он, может быть, этого не знает, но это надо чувствовать. КС такая игра, вот, в которой прозевал свой момент, и все, уже... Никуда ты не денешься. Так, опять раунд-фишка в исполнении команды Селекта. Один чекает занимающего за плюс игрока Диффанса, ну и трое стоят за гранатами, поджидают его. Так, а вот все-таки это был не волевой бай, а просто такой закупчик с деглами. Но могли, в принципе, потащить. Ну а теперь смотрим за заходом на Б. Сейчас будет фантастическая раскидка, но посмотрим, как, видать, от этого всего отвернется. Ну, по идее, вот, я вижу, какой флешки не хватает, но... Так, Ламыча, по-моему, свои же и ослепили, но это не помешало Адрену разменять его, и заходят на Б разменом один в один. Вот теперь еще и убивают Хаоса. Бомба установлена. Три в четыре будет Диффанс выбивать. Сейчас Б-плейн. Ну, наверное, тут уже без шансов. Смог делает минус Адрен, Слон забирает портала, а Слон уже пришел в спину. Ну, отлично. Вот Вадик любит заходить в спину вот таким вот образом. Подловил он двоих игроков Сайбер, ну, и счет становится уже практически разгромным. Теви-3 в пользу команды Селекта. А все как начиналось. Вот данный пистолетный раунд, посаженный на наш бист. И вот, ну, вот я жду не дождусь мести от моих тиммейтов. Так, а тут, походу, аркада на Б намечается. Ну, и давайте смотреть за игроками, которые будут принимать этот заход. Ну, вот, упадает один, падает второй. Все, без шансов. Бомба будет установлена. Ангел дает своему еще и хедшот. Ну, и все. Ламыча свои подкосали ровно на одну пулю с дегла. Просто подставили кэпа, можно так сказать. Слили. За то, чтобы не лез куда не надо. Так, эко-раунд не составило для проблем взять для команды Селекта. 10-3. Ну, неужели команду Сайбер хватило всего лишь на первые три раунда. Так, портальчик с АВП сидит, смотрит пропрыжку на банан. Так, парни, не переживайте. Тафа все будет стримить. Просто Асус не тот калибр. Это меня пока берут на Асус. А Тафа будет со мной стримить финал этого чемпионата. Ну, и на следующих чемпионатах, я думаю, вы его увидите по-любому. Так что, не переживайте. Вот, пока я рассказывал, Селекта уже заходит на плент. Давайте посмотрим за Вадиком. Слеп он от своей же флешки. Ну, и теперь надо смотреть, как будут обезвреживать игрока в пленте, потому что ну, вот, опять пропрыгивает Хаутэвэй, есть минус 2, и остается один портал, который будет сейвить свое АВП. Попробует он это сделать, но не знаю, насколько это удачная затея. Ну, все, вот. Первый промах это явный провал. Ну, вот, портал еще сопротивляется, убивает Сережу Ломобота. Пытался зафазумить Беста, но промазывает. Ангел еще где-то находит Адрена, но это уже на последний раунд никакого значения не имеет. Так, ну что ж, на последний раунд у команды Сайбер полузакупочка такая, вот, есть у них вроде бы 2-2-2 кольта, 3 дигла, может быть, как-то наоборот, ну, а Селекта играет вот такой вот дефолтик Ангел, выбегает за фонарь, контролит он выход на главку, и вот Влада он должен был там забрать только что, но не попадает в него. Портал делает выпад на банан, вот, давайте посмотрим, чем все это закончится. Пытался он убить слепого Адрена, Адрена еще каким-то чудом оставил ему 50 хп, ну, видимо, есть два минуса от команды Сайберу, и вот, вот и третий минус от Квиды, убивает он Слона в коврах, ну, вот остается один карась против пятерых игроков команды Сайбера, и его будут давить. Аня, вот, он решил просто вот так вот податься, чтобы его не зарезали. 1-4 в пользу команды Селекта, напомню, Селекта атаковала, ну, а теперь будут атаковать игроки команды Сайбер. Если я не ошибаюсь, у нас еще будет один матч, максимум. Вот сразу, как только закончится эта игра, я вам в течение минут 5-10 дам точный ответ. Так, ну, смотрите, Селекта поджала миду, Смок уже надымажил Адрена до красного, но Адрена все-таки сопротивляется и убивает Смока, в это время Ангел умирает. Серия разменов, пока Селекта в большинстве, Ламыч делает два отличных минуса с USP, и вот давайте смотреть, где же атака. Квида уже вышел по коврам, и это будет нежданчиком для команды Селекта, но в принципе, смотрите, все грамотно делают игроки Селекта, растянулись они, и вот сейчас Бист, 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 нет, Бист пропускает игрока, и это может плачевно закончиться для Селекта, хотя вот смотрите, Слон все контролит, убивает он к виду, Влад забирает Ламабота, ситуация 1-2, бомбы у Влада по-прежнему нету, но и тут уже Владу будет очень тяжело. 40 секунд до конца раунда, давайте глянем на миникарту, бомбы находятся на вышке, ну и тут задача практически невыполнима для товарища Влада, мало у него шансов на взятие этого раунда, ой-ой-ой-ой-ой, как он расправился с Слоном, ну, закончились патроны, и Бист вот последним, одним из последних выстрелов добивает Влада, и делает счет 12-4 в пользу команды Селекта. Но были шансы, вот устроили Селекта сами себе изжогу, но тут на самом деле больше заслуга в этом Влада. Да, ставим Владу на Истрай, и ставим плюсик напротив его Ника. Адрен делает первый минус на Эко, решили сливать полностью игроки команды Сайбер. Есть, Адрен забирает второго, вот Вадос никак не может справиться со своим игроком, но Адрен делает еще один минус, и Ангел добивает последнего. Никаких проблем на Эко у команды Селекта против Сайбер. Ну, кстати, Сайбер, вот вчера я смотрел ихнюю игру против команды Курва, и было, ну, казалось, что такие две посредственные команды играют, но вот тут вот Селекта играет, но в принципе есть какая-то мысль у команды, но просто Селекта гораздо сильнее. Ну, может это Микс, но представлены они на чемпионате команда, поэтому называем их именно так. Адрен под флешку врывается на вышку, убивает там Влада, Квида забирает Ломобота, Ангел убивает Кеду, короче, какая-то серия разменов, вот Селекта очень жестко поджимали, ну и в итоге размен три в три, и Смок с Порталом будет занимать Б-базу, на которой нет никого. Ну вот, Слон будет пытаться помешать занять Б-плант, но вот есть инфа, что два игрока находятся на Б-планте и Бист уже должен просто мчаться туда. Да, вот подбирает Бист Кольт, ну а Вадику теперь стоит никуда не спешить и дождаться своего тиммейта, ну и начать синхронно выбивать. Так, Портал убивает Биста, при этом еще и накосал он Вадоса, ну давайте смотреть за Слоном, этот парень может сотворить чудо, ну по крайней мере раньше мог. Вот, есть первый минус от Слона, убивает он Портал, который непонятно что делал, ну и есть шансы задавить. Ну вот, почти получилось Вадоса затащить этот раунд, но товарищ Смок просто на опыте не вышел, не отдался и потащил раунд для своей команды. Так, ну и видим, Селекта закупается, закупается с Деглами, с Кальтами, с Фомасами, как-то так. На последние деньги можно сказать, ну а команда Сайбер взрывала только что главку, туда вот сейчас будет выходить Бист, его приконтролили, но не попали. Ну простите, Кальт, да, это древний пистолет, но мы его называем, он наш М4А1. Портал и Смок убивает Ангелы и Биста, соответственно. Ломобот делает два отличных минуса на Банане, еще и каким-то чудом уходит, мог еще и убить третьего, Смока оставляет он красным, так, ну вот тут слон поспешил, поджимал он спину, ну и зря это произошло, Адрен убивает двоих на 7, ой-ой-ой-ой, пропустил я этот момент, Адрен просто без шансов разобрался с двумя игроками команды Сайбер на 7, которые пытались пройти, но вот не ожидали они увидеть там Адрена, но вот смотрите, а тут интересный момент, Хаос проходит на респаун, но вот Ломобот как будто что-то знает, вот не даром он кэп, ай-яй-яй-яй, какой тайминг, смотрите, а нет, Хаос пошел все-таки на плент, ну а тут вот Адрен на очень грамотной позиции и вот он первый увидит атакующего через решетку, да, все, заметил Адрен Хаоса, ну и теперь Хаоса остается красный ХП, ну и поставит он бомбу, попробует что-то придумать, ну вот ставит бомбу, успевает поставить, Адрен нашивает его через ящик и это 14 раунд для команды Селекта, ну вот на самом деле не лучшую точку выбрал игрок команды Сайбер, куда он мог пойти, на Б было поинтереснее, как мне кажется, вот там как раз по таймингу он был, словил Лобота, когда тот отворачивался, но вот все-таки за ним было последнее слово и его решение было окончательным. Так, ну что же делает Селекта? Селекта опять должна врываться куда-то, вот сейчас посмотрим, как это делает товарищ Слон, вот выбегает он под флешку, закинул еще туда Гренку, Адрен забирает Влада, который выходил на главку, ну непонятно зачем вот скупили диглы, ну попытаются взять сейчас диглбай, но вот уже есть два минуса от Селекты, вот третий минус от Слона, Бист убивает четвертого, остается один Смок против четверых, ну и Слон добивает его. 15-5, у Селекты есть ничья. Неужели будет без поножовщины, потому что вот все-таки должны, должны были все-таки ворваться, но вот что-то вот не получилось. Так, вот тут интересно, Селекта заняла банан, там очень плотно через Смок выжидают соперника, который будет заходить, но портал не спешит туда выходить. И, и, и... Так, Хаос выходит отличным минусом, забирает Слона на 7. Есть у нас размен один в один. Так, ну и что же будет? Вот это уже было лишним. Хаос пытался отстрелить и пятерочку, но не получилось. Адрен убивает на 7, ну и теперь остается двое игроков в коврах. Адрен делает очередной минус, но и остается один Смок, которого должны сейчас уже забрать. Да, окончательный счет этой карты 16-5, Селекта без особых проблем справляется с командой Сайбер. Ну, а мы с вами отправимся на небольшую рекламную паузу. ДИНАМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА САВТРОМ САВТРАМ ДИНАМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...